всем привет сегодня будем готовить очень вкусное лакомство от которого дети просто в восторге и называется она красиво маршмеллоу а если сказать по простому то это своего рода домашний зефир только без яиц и яблочного пюре для приготовления нам понадобится быстро растворимый желатин сахар вода ванильный сахар можно добавить но это по желанию лимонная кислота немножко а также сахарная пудра крахмал у меня кукурузный и подсолнечное масло чтобы смазать форму краситель можно добавлять можно нет это как вы уже захотите все ингредиенты будут перечислены в описании под видео точно их количество смотрите там сразу подготовим форму в которой будем заливать зефирную массу я взяла форму для запекания обычно смазываю ее хорошо водой это чтобы пленка пищевая прилипла и место не смещалась форма у меня размером 24 на 16 можете взять любую подходящую формочку с высокими бортиками водой я смазывала теперь хорошо выстилаю это все пищевой пленкой и дно и бока должны полностью быть покрыты пленочкой чтобы потом зефир наш не прилип к стенкам подготовить лучше сразу потому что зефирная масса которую мы приготовим она быстро очень застывает потом не будет просто времени долго играться с форму так формочку я застелила теперь смазываем ее хорошо подсолнечным маслом масло должно быть рафинированное чтобы никакого запаха не было и смазываем ее аккуратненько полностью бока и дно потому что если не смазать то зефир прилипнет к этой пленке и будет отрываться сложно и некрасивый вид будет иметь форму пока отставляем в сторону и займемся приготовлением зефирной массы в емкость с толстым дном у меня это сковородка с высокими бортиками высыпаем сахар ванильный сахар лимонную кислоту и вливаем 60 миллилитров воды отправляем все это на плиту пусть закипит нагреваем на небольшом огне при постоянном помешивании и доводим до кипения сахар должен полностью растаять сейчас я покажу когда закипит масса она должна буквально пару минуток покипеть хорошо и крупинок сахара не должно остаться мешать не перестаем чтобы не подгорело ну вот мы видим сахар уже практически весь растворился подождем еще немножко чтобы масса начала активно кипеть и будем выключать уже появились уже такие пузыречки первые подождем пока они появятся на всей поверхности минутку где-то проварим это все после закипания такая же пенка уже получилась сверху сиропа выключаем ее дальше берем быстрорастворимый желатин заливаем его горячей водой температура должна быть где-то примерно градусов 70 и хорошо размешиваем пока весь желатин растворится если у вас желатин такой который надо предварительно замачивать значит вы замачиваете его в 60 миллилитрах воды комнатной температуры даете набухнуть а потом уже растворяете его на водяной или на паровой бане желатин растворился полностью теперь его надо процедить процеживать я буду сразу в емкость которая сбивать воду если вы распускали желатин на водяной бане смотрите чтобы он не закипел потому что потеряет свои свойства затем желатин начинаем взбивать на самой маленькой скорости и постепенно тонкой струйкой подливаем сироп наш и взбиваем где-то минутку на маленькой скорости будем взбивать а потом минут десять еще на самый большой масса становится такой более густой пышной но это еще не все я покажу потом какая она должна получиться в итоге взбиваем минут семь-десять ну вот такая масса должна получиться держаться на венчике что на этом этапе можно добавить две-три капельки красителя для цвета если вы хотите просто белый значит оставьте белыми его если краситель добавили значит перемешать надо еще до однородного состояния массы вот такой нежно желтенький цвет у нас получился теперь надо быстренько перекладывать форму все выкладываем как можно быстрее масса быстро застывает теперь разравниваем чтобы ровненькая поверхность получилась теперь накрываем форму пленочкой пищевой если у вас будет доверху наполнена форма может меньше по размеру тогда пленку надо будет смазать подсолнечным маслом но поскольку у меня не до конца наполнено я просто закрываем пленочкой и отправляю все это дело в холодильник застывать в это время можно соединить сахарную пудру с крахмалом это нам понадобится для обвалки зефира если их не обваляем то они потом могут слипнуться а так крахмал с сахарной пудрой не даст им слипаться при хранении прошло два часа зефирная масса хорошо застыла снимаем теперь верхнюю пленочку присыпаем хорошо смесью сахарной пудры и крахмала дальше накрываем форму досточкой и переворачиваем затем форму убираем также снимаем пленку сверху также хорошо посыпаем сахарной пудрой с крахмалом также можно присыпать нож немножко чтобы не прилипал и теперь нарезаем на небольшие квадратики нож может немножко прилипать но это не страшно смочите его смеси сахарной пудры и крахмала не будет легче нарезать вот такие у нас зефирки получились мягенькие теперь обваливаем их со всех сторон в этой нашей сахарной панировки ты надо для того чтобы они при хранении не слипались между собой так хорошо со всех сторон лишнее но все равно сама обсыпется когда разделили можно прямо так вот их помешать между собой вот и все наши домашние зефирки готовы вот такие не мягкие получились и конечно же очень вкусные приятного аппетита и пусть вам будет вкусно если вам понравился рецепт ставьте лайк и подписывайтесь на на наш канал